Когда солнце перестанет светить на грешную землю, а самый мелкий жук начнет избивать ворону, на далекой и прекрасной горе Вуданг родится мастер кунг-фу, который сможет уничтожить все единоборства и доказать, что кунг-фу Тао Вуданг непобедима. Так гласит древняя легенда, которую с юных лет читали маленькому мастеру Чену Шексину. Привет, прекрасные капельки росы, которыми может подавиться слон. Вы на канале Мой Тай Сикея, я Федорович. Покажу вам настоящего мастера, сенсея и основателя школы кунг-фу Вуданг Тао, который не побоялся злых и брутальных бойцов ММА и вышел с ними на реальный поединок перед разъяренной толпой, которой нужно лишь крови и зрелищ, а не прекрасного искусства с волшебных горных лугов. Но лепешки на дереве не растут, а значит для победы нужно немало потренироваться. И наш мастер тренировался. Дни и ночи напролет он учился лазить по стенам, делал растяжку и отрабатывал смертоносные удары. Как и усердному муравью, ему даже пришлось таскать тяжести и наращивать мышечную массу, чтобы удары стали не только быстрыми, как молния, но и мощными, как рог носорога. И вот наконец-то этот день настал. Мастер готов к поединку. Этот бой, как падение метеорита в мезозойскую эру, вызвал огромный ажиотаж. Телевидение и тысячи зрителей могли напугать кого угодно, но только не умиротворенного мастера Чена. Ведь все равно с отошедшего корабля не сойдешь. Теперь давайте насладимся этим прекрасным, как рождение небесного мотылька поединком. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Как вам бой и техника мастера? Сразу видно, что его труд в тренажерке не прошел даром. Непобедимый чем тягал жалкого бойца ММА по всему рингу, как трудолюбивый муравей Кексик, который украл с пикника. Но больше всего мне понравилось, что у мастера четко получалась вся техника, которую он демонстрировал на показательных спаррингах. Все-таки жалко и улитке не понять величие орла. Как говорится, саке первое из ста лекарств, поэтому переходим ко второму бою. Как белый лотос, цветущий среди осеннего болота, мастер Вудан Кунг-Фу радует наши недостойные взоры своими феноменальными ударами коленями. Нужно отметить, что в этом бою он смотрится гораздо лучше, чем в предыдущем. Как говорится, двойка в голову просвещает больше, чем 10 лет медитаций. Наш мастер сделал выводы после первого боя и в этом начал реально работать, как хороший таяц. Бить колени в клинче, заходить сериями из прямых ударов руками, пробивать мидлкики по корпусу и снова добавлять руки. У меня, конечно, есть темное, недостойное мастера Чейнла подозрение, что после первого боя он удалился из своего храма и пару месяцев походил на кикбоксинг или тайский бокс, переодевшись каким-нибудь ботаником, чтобы не приведи святые радуги, кто-то этого не узнал. Но это лишь мои жалкие догадки. А что скажете вы по второму бою? Пишите в комменты. Я могу лишь умолять великого Чена больше не уничтожать бойцов других стилей, ведь это как топтать траву, в которой вчера ночью сияли светлячки. Вроде побеждаешь одного, а вымирают целые виды единоборств. Субтитры добавил DimaTorzok Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры добавил DimaTorzok